Будет три выступления. Сначала наши коллеги расскажут, так получилось, что сотрудники нашей лаборатории были на конгрессе ISA в Вене, который прошел буквально несколько дней назад. И вот с корабля на бал, фактически, приехали из конгресса на наши сигналы, и они расскажут свои впечатления о конгрессе и, в общем, некоторые критические замечания по темам, которые освещались на конгрессе и по тем выступлениям. Потом, если позволите, я дам слово Маргарите, фабрикант, соответственно, в качестве, ну, у нас три будут представлять конгрессы, это три человека, поэтому в качестве четвертого выступающего, скажем так. И до прерыва также, я полагаю, что мы успеем дать слово Александре Бурцевой, нашему гостю из Урмаска, который тоже, соответственно, расскажет о своем исследовании. Еще раз подчеркну, что два языка, английский и русский, кто может докладывать, может быть, и по России, может находить на русском, на английском, на иностранном языке, на конгрессе. Если нет вопросов, то, наверное, с этого мы и начнем. Те, кто будут выступать, я прошу выходить с ними сюда, я буду занимать ваши места, значит, там, действительно, с вашего позвонения. Тогда начнем, наверное, с Натальей Круглой, да? Вот, это две свои цели. Валя Стариков и Рисовна Старикова. Что сказать о мероприятии, на котором мы были? Во-первых, нужно предназначить, что это такое. Форум, если не ошибаюсь, третий форум. Мы привезли раздачный материал, и вы, если хотите, можете посмотреть программу форума. Видите, предоставить, да, предоставить, да, предоставить, да, предоставить, да, просто название докладов, пожалуйста, информация о публикациях, об издательствах, которые там были, собственно, информация о программном обеспечении, много всего, о журналах Международной исторической ассоциации, которые там раздавались бесплатно. Издания, которые продавались в том числе на немецком. Третий форум Международной исторической ассоциации. Международная историческая ассоциация – это самая большая и одна из самых влиятельных международных ассоциаций социологов. Она объединяет социологов в страны из всех частей света. И эта организация, помимо того, что, например, выпускает журналы, устраивает мероприятия. Конгрессы и форумы. Конгрессы – это чуть более масштабные мероприятия. Форумы учтения, масштабные темы, на этом форуме было заявлено около пяти тысяч человек. То есть вы можете понять масштаб. И форумы проходят раз в два года. Это третий форум был в Бене. Нужно сказать о равнообразии участников. Там были, а тут не только, социологи из Европы. Там были социологи из постсоветского пространства. В частности, мы не были действительными социологами из СПБГО. Было очень много людей из Индии, из Китая, из других стран Юго-Восточной Азии. Были социологи из США, несмотря на то, что в США своя довольно сильная ассоциация. Было очень много людей. Какого рода работы они представляли. На этом форуме, я бы сказала, что не было очень много таких ярких социологических звезд, о которых знают все. Но было очень много людей, которые приехали, которые являются специалистами в своих узких областях, и которые приехали представить свою работу. В частности, там были мы. Что делали мы? Андрей Владимирович Резяк, руководитель нашей лаборатории, ввел секцию. И, соответственно, мы были одними из выступающих. Я представила докладу Валентину, представила докладу. У Саши была дистрибьюторка. Секция была посвящена 25-летию с момента распада Советского Союза и тому, как нынешние социальные ученые подходят к измыслению этого события, к разным его аспектам. Но, прямо как в нашей лаборатории, я говорила о том, с национализм, и как способе интеграции мигрантов. А миграционные процессы – это одна из важнейших последствий распада Советского Союза. А Валентин говорил как раз об этнических конфликтах в академической среде. Обыдевание тоже является одним из наиболее важных, одним из наиболее реформированных институтов на посвященном пространстве. Это что касается нашей презентации. В принципе, это же следует отметить разнообразие секций, сессий. И форум устроен таким образом, если вы посмотрите программу, что организация состоит из исследовательских комитетов тематических. Например, наша секция была в рамках тематического решения комитета по социальной социологии. Этих комитетов около 50, даже больше. В каждом комитете есть соответствующие секции. И выступление, сам формат выступления очень отличается в зависимости от того, к какому решетесь комитет принадлежит данная секция. Например, что запомнилось мне, в исследовательском комитете по социальной психологии, а в рамках социологии есть и такой, была секция, которая называлась «Identity, social and equality», если я не ошибаюсь. Там были очень интересные исследования прямо по теме нашей лаборатории, но они были сделаны в совершенно другой методологии. Там проводились эксперименты, в том числе и с помощью компьютерных симуляций. Они использовали социально-психологические теории, которые от нас далеки, но тем не менее нам очень интересны. Вот одна из вещей. Вторая из вещей очень... Следует отметить, что секция в рамках комитета по социологии и миграции очень популярна. У них был большой зал, он был пополнен. И всеми аспектами, ну вот там, где я была, все аспекты включения, исключения мигрантов в повседневной жизни и юридического оформления их пребывания были затронуты. Ну и третье, наверное, что следует сказать, как раз Павел просил сказать некоторую критику. Несмотря на то, что большинство исследований очень высокого качества, чувство не хватает какой-то более общей связи. То есть человек исследует что-то узкое свое, но непонятно, как какое-то имеет отношение к более общим проблемам и к исследованиям других людей. И вот были доклады, где-то были, но большинство докладов это отсутствует. Мне кажется, что это одна из точек роста современной социологии. Не просто проводить исследования, а проблематизировать это, связывать с текущей ситуацией и пытаться увидеть социальные вероятности как-то по-новому. Используя там новые инструменты, изменяя старые. Мне кажется, что здесь это как раз то, чем нужно заниматься. Спасибо. Вопросы какие-то, может быть, есть? У меня есть вопросы. Здесь сидят, ну, достаточно много молодых исследователей. Что нужно сделать для того, чтобы попасть на какие-нибудь лаборатории по данным конгрессам? Потому что конгресс действительно известный, конгресс, ну, значимый в европейской социалической социации, ну, в европейской социалической мере. Ну, это в азиатском тоже стоит составить. И вы, молодые исследователи, вот, получили возможность выставить результаты в лаборатории. Сложно это было? Как это вообще? Какой путь должен быть? Исследователи, чтобы попасть на эту инфекцию? Ну, здесь стоит сказать о двух вещах. Исследователь, еще это подача заявки. И нужно сказать, что там есть конкурс. Например, не все из тех заявок, которые подавали, мы прошли. Тем не менее, судя даже по количеству участников, вы можете видеть, что довольно мягкая политика. То есть не так трудно, чтобы абстракт прошел. Абстракт доклада, если за этим стоит реальное исследование. Причем можно, допустим, подаваться какими-то предварительными результатами, поскольку это подается заранее. А за время, которое пройдет до форума, результаты можно доработать. И, в частности, мы, например, даже видели одного студента, который закончил бакалавриат, Алексея Лутина, который защитил диплом в этом году. И вот он с результатами своего диплома поехал туда и участвовал там. В этом нет ничего невозможно, нужно просто провести хорошее исследование. Вторая сторона – это финансовая. И здесь, конечно, есть организационный взнос, есть, собственно, само путешествие и проживание. Но даже еще до этого есть взнос, который нужно заплатить. И вот здесь нужно, молодому исследоватому, знать, что есть, например, у нас это был грант в рамках лаборатории, правильно? Есть гранты, которые расставляются по факультете в рамках СПБГУ. Есть какие-то другие гранты, например, раньше ОГНФ этим занималась, как я понимаю. А то и здесь нужно просто быть активным, подавать заявки, подавать награнты, искать внешнее финансирование, этого тоже бояться не нужно. Это все-таки приветствуется, и это реально. Даже если не получится первого раза, получится со второго. Хорошо, спасибо большое. Вылечим? Да, вылечим, можно. Можно? Умейте, вы великанство. Так, мы время выходить не будем. Просто здесь упоминался финансовый вопрос, на минуточку так скользь, что там есть некоторый взнос. Само, сама возможность посещения, простого посещения этих секций, обходится примерно в 500 евро. Эти деньги небольшие, что мы получаем за эти деньги? Какой смысл тратить половину тысячи евро, для того, чтобы просто приехать в Ассоу? Говорит, бывший цитет международный секретарь, если я с этим майкл Буровой, это мне не нравится. Ну, с бездетом, конечно, виднее, академический капитализм никто не отменял. Так или иначе, у меня есть возможность, как у Наташи, сравнить то, что мы увидели, с другим форумом, потому что мы, старая добра традиция, участвуем во всех международных мероприятиях. Были на конгрессе в Окселе, Международный институт социологии, были на конгрессе в Якогае, Международной институт социологической ассоциации. Сейчас мы присутствуем на форуме Международной институт социологической ассоциации, ну и, конечно, на прекрасных англевских чтениях, которые тоже вроде как международная конференция. В этом отношении есть пространство для сравнения. Коль уж мы находимся в лаборатории, которая называется сравнительный институт социологический анализ, сравнивать можно. Но я думаю, что у нас еще будет возможность поговорить об этом конкретнее в кулуарах. Что я заметил сейчас? Во-первых, судя по форуму, даже с скидки на то, что это европейская страна, сколько форумов было в Австрии, социология феминизируется с... Я был на множестве секций, в том числе одна из, понятно, больше из них была посвящена либо кругу кистолавлевая секциями, которые так или иначе связаны с высшим образованием, но было нескольких других. В частности, одна из вещей, которая у нас, насколько я понимаю, совершенно не развита, если мы посмотрим программы конгрессов социологических фуфей, которые были и ранее, у нас нет понятия социология старения, например, социология фейджи. Там оно развито очень сильно, но развивается оно исключительно женщинами. Не было ни одного, ну, за исключением меня, видимо, во-первых, человека, значит, цисгендерно-мужского пола, во-вторых, единственное, я там был, видимо, младше 30, потому что в основном социология старения интересует тех, кто стареет. Я тоже старею, но так и иначе с накладом там не выступал. Что касается высшего образования, там присутствует некоторое удовольствие, некоторое разнообразие и по полу, и по возрасту, потому что оно интересно всем. Но если мы обратим внимание на темы, которые там были, в частности, сессия, которая делилась все три дня, называлась «Высшее образование от организационной конституциональной анархии». То есть высшее образование волнует всех, и высшее образование ругают все. Это не русский, не российский, не белорусский и даже не мурманский феномен. Где бы ни оказались, высшее образование ругает все, причем кричат об этом последние 25 лет. Вот как союз распался у нас с тех пор и академический капитализм, и все остальное. Это работает, и это общий тренд, но образование ругает люди, которые способны потратить 500 евро на то, чтобы поучаствовать в конференции. Или найти. Да, соответственно, ругай-ругай, но тем не менее университеты спонсируют людей, которые приезжают на конференцию для того, чтобы ругать университеты. Это, неусловно, очень социологичный и очень красивый жест с точки зрения руководства университета. То, что касается содержательной части, по сравнению с той же Иркогамой, я заметил очень много докладов, где человек выходит и говорит, I want to present a variable in your results. Очень предварительные результаты. Я тоже наступал с очень предварительными результатами. То, что касается... Ведь если мы посмотрим на наши конгрессы, мы представляем либо теоретическую часть, как это обычно бывает, либо теорию законченного исследования. Сюда же люди приезжают, и это еще одно отличие от Конгресса, люди приезжают на форум просто для того, чтобы поделиться, что на душе. У меня сейчас нет никаких результатов, но я приехал, чтобы вам доложить, вот-вот-вот, но что-то будет. Но что-то будет. Но не с вас. Так что, так или иначе, в отличие от Конгресса, форум я рассматривал скорее как площадку для обмена мнениями, для того, чтобы найти контакты, причем с людьми, которые также этим интересуются и которые тоже не знают, чем сейчас заняться, по большому счету. Это одно из отличий. В этом отношении наиболее интересная секция, которая мне понравилась более всего, с точки зрения и теоретической завершенности, и некоторой представленности методологии, и отношению выступающего, и те, кто задают вопросы, была секция по теории рационального выбора против аналитической социологии. Там присутствовали, собственно, и иерархи механистического подхода, и аналитической социологии, включая Петро Ханстрома. И, как мне кажется, на теоретическом уровне и на уровне дискуссии это была наиболее завершенная, наиболее интересная вещь. Просто потому что, ну какая может быть империя в теории рационального выбора. Но, тем не менее, способ аргументации, как мне кажется, был наиболее полный. Это то, что я хотел задать. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста. Да, у меня вопрос. А вот, судя из-за того, что вы говорили, у меня возникся от этого вопроса, если так, в массе, какой возраст все эти? Это, ну вот, вот, относительно, сколько молодых-то? Ну, как я говорил, зависит очень сильно от секций. Ну, если в целом, у тебя не было формы? Это, скорее, он варьируется от 30 до 50, потому что старше людям не надо ехать, за исключением того, что они никогда не были заброненцем, например, или в Вене, да, или просто не знают английский язык или немецкий язык. Причем у меня нескольких не было официального языка в конференции. В основном, это 30 до 50. И на Конгрессе мы видели людей значительно старше вас, а здесь такого не было. Ну, еще раз, это в пользу моего аргумента о том, что это способ, способ обсудить, способ поговорить. Потому что людям старше, но чего им обсуждать? Ну, перишки писать надо. Извиняюсь, если для кого-то идти. У меня тоже есть вопрос, если можно. Каким образом происходит общение о Конгрессе? Потому что есть секции, где после секции ты можешь встретиться, услышать доклад, заинтересоваться, встретиться, побеседовать. То есть ограничивается ли Конгресс в форме поведения Конгресса секциями или есть встречи после, ну, как называются, титуаровые, если мы говорим про научных ходителей, которые после вне рабочего времени встречаются со студентами, вне рабочей встречи на Конгрессе как-то это организовано на Конгрессе? Ну, по-друге есть не специализированные сессии, вроде автор встречается с критиками, то есть человек приносит свою книгу, рассказывает о ней и дальше начинается рубль. Ну, разумная критика. Безусловно, возможность продолжения некоторого разговора, возможно, дискуссии сохраняется, Для этого в рамках формы существуют и вещи вроде фуршет традиционный, где всячески упрощается это развитие дискуссии, но и, конечно, это зависит от интенции самого человека, потому что можно прослушать не задать ни одного вопроса и уйти. Можно продолжить? Как я с профессором буровым ел кебаб на улице после сессии. Так что возможности есть, хотя программа очень насыщенная. Первая сессия начинается в 9 утра, последняя сессия заканчивается в 8 вечера. Соответственно, есть возможность создать и, ну, видите, 500 страниц программы, создать икон, программу от себя и, если в этом есть необходимость, потом продолжить общение. В частности, после сессии по аналитической социологии я получил, просил презентации, прислали и у нас сейчас достаточно активный диалог идет по поводу собственно печатного столь заниматься, поскольку это непосредственно связано с грантом РНФ по каузнанию механизмов, который мы сейчас ведем. Это будет интересно. Я хотела бы еще добавить, что было мероприятие по встречам молодых социологов с созвездными академическими, которые, и то же самое было в Викогане, но мы, в Викогане, не в этот раз как-то туда не попали, но, тем не менее, такие мероприятия тоже были, они не планированы, можно было заполнить какую-то формулу и, возможно, не получать. но, наверное, на выступление было бы не более прятки, потому что достаточно сложный уже дополнение двух выступлений, когда мы были на одном и том же мероприятии, но, тем не менее, у меня, можно сказать, был особый, не особый, но отличающийся фокус внимания от Варис, Наташи. По просьбе профессора Загризаева я должен был обращать особое внимание на выступление и присутствие на форуме представителей стран бывшего Советского Союза и на то, о чем они говорили. Я могу сказать, что из 5000 участников примерно было порядка 80 человек представителей бывшего Советского Союза, что, на мой взгляд, достаточно мало, это менее 2% от общей численности, и достаточно неоднозначные впечатления от их выступлений. Скажем, присутствовал на секции субстанетских секциях, две из них даже вели русские ученые, российские ученые, это, собственно говоря, наша сессия и сессия еще одного товарища, который не буду называть, потому что очень-очень резко проявляется диссонанс между некоторыми изделиями, которые считаются занимают достаточно высокие посты, имеют достаточно высокий вес в российской социологии, но на фоне, так сказать, социологии мировой они теряются очень сильно, мне было даже очень неудобно, я ушел в секцию, потому что было стыдно за товарища, который ее вел. Это такое мое личное впечатление. В целом же по поводу критики, вот я согласен с Наташей, о том, что очень разные доклады, в том плане, что люди действительно пришли просто рассказать о том, чем они занимаются. Причем, это может быть совершенно не связано никак ни с развитиями социологии, ни социологии вообще. Кто-то провел какой-то исследователь, решил о нем рассказать. Это один вариант. Второй вариант, когда были доклады, действительно, которые давали какой-то посыл о том, что с этим делать, дальше, как это нужно развивать. И, по моим наблюдениям, это было связано больше с докладами, которые касаются анализа данных и проведения каких-то эмпирических исследований, потому что очень интересная живая дискуссия была на сессии по бигдатам и не менее живая дискуссия очень интересная была на сессии по методам анализа нарративных интервью. Было очень много секций по миграции, как было сказано, но опять-таки миграция это не было такой, что дискуссия была того, куда все это идет, а будет больше обсуждение докладов и уточнение каких-то моментов по проведению исследований конкретно, которые были представлены. Ну, в целом, поскольку это была моя первая такая первая выяснена подобная миграция, мне понравилась, хорошая организация, но опять-таки, видимо, малая представленность ученых с территории Советского Союза бывшего, она все-таки обуславливается тем, что для президента Петсутева это немного, но для, в общем-то, наших бывших соотечественных, естественно, и нынешних соотечественных это все-таки серьезные деньги, которые не всегда удается найти. Вот, пожалуй, на этом вычислили. Есть вопросы? Вычислили. Вот определенное количество людей было из по Советскому Союзу, в том числе России. Их исследования были связаны в основном, были связаны с Россией, но эти исследования были связаны с сравнительным образом. Ситуация в России и ситуация за границей, да? Я даже сможет сказать, потому что я не присутствовал, естественно, на всех преступлениях российских граждан, и даже с постсоветского пространства, но это требует отдельного анализа, потому что, естественно, все эти адстракты будут универсироваться. Поэтому, наверное, не смогут ли это сделать. но большая часть из того, что я успел посмотреть, это были результаты конкретных исследований, которые проводятся, есть, естественно, выступления, которые связаны с сравнительным анализом, но они всходят. Их меньше, 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 Вопросы какие-то еще есть? Ну, хотя бы, какие темы? Да, 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 примеры тем, которые озвучивали с коллегами. Ну, честно говоря, вот, я вот там вот есть... Все, все манерезы туда. Я могу на это просто ответить после инститивирования. Можно там посмотреть, а я сейчас просто комментарий, если можно, посмотришь, из выступлений про их присутствующих, присутствовавших на форуме на конгрессе социологическом можно сделать выводы, что есть разрозненные исследования и нет глобальных обобщений. Так ли это или нет? Несмотря на то, что конгресс назывался будущее, которое мы хотим. при этом были локальные исследования, которые не влияли, презентовались локальные исследования, которые не влияли на общую теоретическую структуру социологии, да? То есть каждый рассказывал о своем, при этом не обобщая, не делая общий ремонт. Ну, вообще, задача таких общих выводов это, ну, по крайней мере, на половину пленадные исследования. и выступления, ну, скажем, примечательных звезд. Так было, насколько помню, на конгрессе в Якогане. В этот раз я не была на пленадных выступлениях, вот Валентин, по-моему, был, но из названия конгресса и из проблематики было понятно, что это вещи о социальном неравенстве. Но мне кажется, что там есть разрыв между этой общей тематикой социального неравенства, я бы даже сказала, идеологией, такой левой идеологии, которая транслируется в маклинарных заседаниях, и в которые привязаны названия доклада, названия секций, которые часто просто отсылки выступления. Типа очень важная часть неравенства, я вам представлю конкретное исследование по конкретной теме. И мало промежуточных вещей, которые это и не просто общие идеологические установки о том, что нужно что-то менять и что-то идет никуда, и не конкретные исследования, а что-то между этим, которые связывают результат от конкретных исследований выводят какие-то общие, но реальные эмпирические тенденции. Единственное, что я могу назвать, была интересная секция по booking-группе «Сторок Лангкомфорцев» в Сосолджи, вот там они говорили про разные геи Европы, которые не в классическом смысле север-юг, запад-восток, там героические Европы, забытые Европы, еще что-то, там была какая-то попытка обобщение и такого довольно грубого анализа на самые базовые статистики, различаются ли Европы или нет. Но пока это скорее маргинальная вещь, а гемоэстричные исследования, способ обобщения, я бы сказала, что это привязка к этой общей риторике и идеологии неравенства, что часто является искусственным. У меня другие впечатления. Ну, если есть возможность, я добавлю, просто, во-первых, название форума «Будущее», которое мы хотим, и участвуем в он. Будущее. Да, причем множество. Можно было в равной степени переименовать в настоящее, которое мы ненавидим. Это вопрос не о будущем, это вопрос о том, что меня не устраивает сейчас. Во-вторых, если мы обратим внимание на программу форума, вся эта бюрократия, ради которой, собственно, и собираются эти 500 евро с носа, живет так, что чем больше, чем дольше я читаю эту программу, тем более она мне напоминает советскую номенклатуру специальностей, которую мы унаследовали. Максимальное дробление. В частности, у нас есть исследовательский комитет сравнительной социологии, у нас есть исследовательский комитет sociology of adulthood, социология взрослых. Простите, взрослые не люди? Что у них такое есть? Что создает некоторый герметичный, извините, мы же в Шаненке, я не буду говорить, эпистемологический объект, но так или иначе все это приводит к тому, что отдельные субдисциплины, против чего мы, кстати, в нашей лаборатории всячески протестуем, в частности, когда говорим о том, что социология не может быть несравнительной, это глупость, аксюмарон, замыкается на себе, Наталья, у нее есть аргумент о том, что все более и более, чем мы наблюдаем, это напоминает секты. И динаминации, что это все это? Да, раньше мы говорили об академических бандах, теперь мы говорим об академических сектах, то есть люди сидят, роются своих собственных проблем, которые они сами себе придумывают, называют это очередным переворотом социологии, сидят и размышляют об этом. Вот против такой номенклатуры, против такого дробления, я думаю, что можно было бы и попротестовать. Это логичное мнение. То есть подобного рода общения все-таки были, что есть некоторое специфическое обознание с своими идеологией, с своим объектом, которое стоит исследовать, и это является сугубо профессиональным дроблением. Да, но это не вопрос общения, это просто вопрос о том, что мы будем сидеть и исследовать некоторый объект, которые сами себе придумывали. От этого на гранд-теорию не выйти. Собственно, в том числе я говорил на пленарном заседании о том, что, ребята, мы погрязли в теориях среднего уровня, middle range. Мы можем их объединять, мы можем их вместе, но это все равно middle range. А middle range, как говорил, это у нас называется теория среднего уровня. Middle range это ведь метафора, которая взята из бомбардировок. Middle range это бомба, которая бьет, но не сильно. Вот марксизм, вот он может жатнуть, а middle range это чуть-чуть так накрыли. Собственно, это проблема. Есть ли запрос на теорию, высокую теорию? все об этом говорят. Профессор Буровой в докладе на пленарном заседании говорил, ну, понятно, он говорил, есть проблема капитализма, есть проблема экологической кризисы. Можно ли решить экологические проблемы? Социология занялась экологическими проблемами, тоже хорошо. А можно ли решить эти проблемы с помощью теории среднего уровня? Большой вопрос. Пока не получается. но проблема в том, что, видимо, никто и не пытается. Был ли на форуме переход от теории и их практики? От теории среднего, попытка перейти на теории среднего уровня на практическое решение? Миграция, например, трансцензоризм в образовании? Как я говорил, я такого не увидел. То есть здесь проблема в том, что и теории это не особо, и результат в эрри примерной то есть может быть на других секциях было по-другому. Я видела что-то такое на секции по социальной политике и городам по городскому развитию. Но это, в принципе, специфика этой области знаний, что там скорее приезжают люди, которые занимаются городским развитием, но не социологией. То есть там было много практики, там были интересные прикладные исследования, но они как раз были мало связаны, мне кажется, в социал-полюсе это очень специфическая сфера, они были мало связаны с этой общей рамкой социологической решением для радости и очень прочим. Спасибо. Саша, как я посмотрел, соответственно, как я уже сказал, совершенно разнообразная тема. Но это, опять-таки, результаты, как правило, исследования. регулярно-регуликэйшен и мурашен-энраншен-федерэйшен, глядя на образование в России, глобализация от еды к не еде, установки выпускников школ относительно образовательного и трудового уровня по России, формы российского культурного пространства, современные вызовы для этих специалистов, игровая активность детей в России. То есть, российские все эти выучают? Ну, соответственно, где проводятся исследования, там есть эффективная адвокатура в Грузии, например. цивилизационная специфика мечтаний в России, в Китае. По-моему, сколько он на Китай, тот делает салитаций исследований, кого нет, выход, тот делает российские исследования. А как насчет выхода со спецсоветского пространства, которое, например, учится от западных аспирантурах или там на полдок и довольно много? Ну, вот, честно говоря, она отличается? Я таких товарищей не выделял, но в основном по поводу того, откуда были, подавляющая большинство из этих 80 человек, ну, примерно, да, это высшая школа экономики и университет наше. Высшая школа экономики как питерская, как московская. То есть, это, наверное, ну, не помню, даже треть. То есть, несколько человек из регионов, несколько человек из Украины, по-моему, в Теварусь, ну, я, честно говоря, я здесь не выделен. То есть, вот из Казахстана одного человека я нашел. Ну, институт социологии. Да, институт социологии, как и да. Саша, в чем было неудобство за коллег? То есть, что такого было озвучено или в чем вот этот диссонанс уровня социологии? это был диссонанс в уровне умений или даже в том, как человек представляет себя, представляет результат, ну, и знания английского языка. То есть, я считаю, что с таким английским языком нужно сидеть дома и вообще себя никуда не показать. Тем более, на главной конференции выходит из души сердца. Принес такого конгресса, что там можно от таких людей уйти, а вот это очень важно, что от них можно интересно смотреть в рейтинг-паум и пользоваться возможностями. И, кстати, такие люди могут запомнить лицо паренья, кто именно ушел и они запомнили запомнили на панель. Когда этот участник всего, кому-то. Хорошо, спасибо большое. Какие-то вопросы еще есть к участникам конгресса может быть? У меня вопрос для сравнения. Сейчас я недавно была на Европейской конвенции Рессон на Ассоциации следований национальности. Там у нас собрались в основном люди по Аэро-Саммит и следователям национализма. Там было очень-очень-очень политизировано, причем это было даже не соскальзывание, это было что-то на грани. Особенно на пленарных докладах на круглых столах в общем все то, что не совсем камерно оно шло в политизацию на особенности с любовью в кавычках к России и так далее. И так далее. Дисклик 19 века если не раньше. А кроме несчастной ливизны в социологии на том форуме было какое-то соскальзывание вне академичности? Я скажу, что пожалуй нет, но я не была на пленарных заседаниях. Но по-моему все, что я видел, это либо академические вещи, либо прикладные исследования, но тоже довольно узкая профессиональная. Скорее профессиональнее, чем литератургия. Соглашусь, пожалуй, потому что какого-то скатывания исключительно в морализаторство, либо в назидание я не заметил, но я не был на феминистных секциях. в морализатор. Я не могу дальше не приходить, потому что мы чуть выше за 15 минут, но с обсуждением больше, чем 15 минут отводится. Резюмирую, я просто расскажу, что конгресс аэссайд действительно это крупный конгресс социологический. И очень важно, когда... Наша лаборатория это международная исследовательская лаборатория, и очень важно для университета, и очень важно для других вузов, в частности, для Буманского вуза, для Киевского вуза, для академических учреждений СНГ выходить на эти конгрессы, потому что только там можно быть услышан голос. Они, эти голоса разные, то есть можно находиться в России и говорить в российском академическом среде, что очень важно для апробации работы, для апробации материалов исследования. Но такова тенденция сейчас, что и российские вузы ориентируются на популярность и на признание за рубежом. И как попасть на конгрессы, что представляет из себя этот конгресс? Очень важно было светить в самом начале открытие нашего семинара.